Добрый день, уважаемые студенты! Изучаем дисциплину судебно-психологической экспертизы. И сегодня тема у нас немножко необычная. Это понятие норма в судебно-психологической экспертизе. Мы немножко отойдем от общей логики рассмотрения предмета и поговорим о том, какие подходы к понятию норма существуют и используются в ходе проведения судебно-психологической экспертизы. С вами по-прежнему Цветкова Ольга Алексеевна, старший преподаватель кафедры психология труда и организационная психология и вся контактная информация на последнем слайде данной презентации. Как отмечает Фарид Суфиянович, можно выделить три основных подхода к этой проблеме. Ну и так или иначе, эти подходы находят свое отражение и у других авторов. В частности, подобный подход хорошо описан в учебнике девиентологии Змановской. Итак, три подхода. Первый подход можно обозначить как измерительный. Мы сейчас подробнее будем рассматривать, что такое статистическая норма. Второй подход можно обозначить как оценочный подход с точки зрения социального взаимодействия и социальной нормы таким образом. И третий подход, структурный подход, это системно-структурная норма. Однако, мы должны с вами помнить, что в судебно-психологической экспертизе эти подходы преломляются через норму с позиции уголовного права. Сразу же хочу подчеркнуть, что все эти три подхода употребляются практически одновременно. Просто они выходят на первый план, тот или иной подход в разных ситуациях и при разных запросах предметной виды экспертиз. Итак, измерительный или статистический подход. Такой подход понимает различия между нормой и патологией как количественные различия. Но очень хорошо это то, что демонстрирует нам то самое нормальное распределение, хорошо вам знакомое. Итак, нормой будет являться все, что находится в 68-27% случаев, либо незначительно выходит на 2 сигма, отличается от среднего. То есть это 95-45% всех случаев. Все, что будет выходить за пределы среднего плюс-минус 2 сигма, это уже не норма, это отклонение. В частности, исследование интеллекта в среднем. Если мы получаем среднее значение, то говорим о том, что это среднее значение. Если мы меньше среднее минус 2 сигма получаем, то это сниженный интеллект. А если мы получаем значение в районе больше, чем среднее плюс 2 сигма, то мы говорим о высоких показателях, выше среднего показателя интеллектуальной деятельности. В любом случае, количественная или статистическая норма отражает именно такой статистический подсчет того, что есть норма, что есть патология в данной популяции. Оценочный подход. Я продемонстрировала этот оценочный подход через график, отражающий ось степени выраженности характера. Вы все прекрасно его помните. Это тема акцентуации характера. И мы с вами говорим о том, что есть нормальные характеры, без определенных заострений, выпуклостей. И в этом смысле это не говорит о том, что они абсолютно ровные и одинаковые. Это говорит о том, что этих заострений просто не представлены, они не фиксированы. И мы говорим про заостренные черты характера, которые называются акцентуацией. И мы все с вами помним, что акцентуированные характеры относятся в данной классификации еще к социальной норме. Но если человек с акцентуацией характера попадает в неблагоприятную для себя среду, то акцентуация имеет склонность перерастать в патологию характера, которая в нашей отечественной практике называется психопатия. И мы с вами помним три признака психопатии, которые говорят о том, что данный характер патологичен. То есть, в своем выражении такой оценочный подход подразумевает патологию как социальную патологию, поскольку нормативное адаптивное поведение предполагает социализацию, возможность приспособления к окружающей действительности, гибкого изменения своей деятельности или своего реагирования. Соответственно, мы говорим о том, что в широком смысле оценочный подход говорит о некой социальной норме. Третий подход, который мне хотелось продемонстрировать путем введения искажений в структуре личности по Эрику Берну. Здесь три варианта искажения. Контоминация родителя, контоминация ребенка и двойная контоминация. Мы не будем углубляться в теорию Эрика Берна. Возможно, вы все хорошо ее помните. Мы сейчас говорим о том, что такое структурный подход к норме и патологии. Итак, проблема нормы и патологии здесь изучается с позиции структуры психики, структурно-динамических особенностей, мотивационной, эмоциональной, волевой, смысловой и так далее сфер. В центре внимания такого подхода оказываются различные аспекты психической деятельности, но их объединяет понимание различий между нормой и патологией, как различия в структуре психики. Патология выступает как расстройство нормальной структуры психических функций, как некое системное нарушение. То есть здесь мы говорим про такую системно-структурную норму. Ну и мы все с вами помним, что в классическом варианте у здоровой личности все эти структуры не заползают друг на друга. И вот это заползание – это как раз контоминация, загрязнение, которое говорит о патологии структуры личности у того или иного человека. Итак, системно-структурная норма. Патология как некое нарушение правильной структуры тех или иных процессов. То есть три элемента можно выделить, подводя итог. Это установление количественных изменений, измерительный подход, социальная оценка того или иного поведения, оценочный подход. Или установление различий в системно-структурной организации психических процессов. Структурный подход. Правовой подход, про который мы всегда помним в рамках судебно-психологической экспертизы. Это рассмотрение понятия нормы как нормы регуляции поведения или лежащей в его основе психической деятельности. В уголовном праве понятие нормы фиксировано в различных юридических критериях и сформулировано в психологических понятиях способности подэкспертного к тем или иным действиям, раскрывающих результирующие наиболее обобщенные особенности отражения окружающего мира и регуляции поведения. Повторюсь, что, как правило, в реальной ситуации экспертизы задействованы все четыре описанных аспекта. Продолжение следует...